Новые светофоры устанавливают на Уссурийском бульваре. Сейчас дорожное оборудование полностью регулирует движение лишь в одну сторону. Но в этом месяце рабочие завершат установку еще трех объектов. По словам экспертов, это значительно улучшит аварийную безопасность в центре города. Смотрим сюжет Антона Примачева. Раньше меняли по 30-20 ламп, почти в день меняли. А сейчас меняем, ну, там, 2-3-4 линзы, может быть, и то не всегда. Новый светофор появился на перекрестке Уссурийский бульвар Калинина. И на этом работа не закончится. Город участвует в федеральных программах. По одной инспекторы ГИБДД выбирали 8 аварийных участков для реконструкции. По другой светофорами оборудуют подъездные пути к школам. На повышение безопасности дорожного движения в общей сложности потратят более 65 миллионов рублей. Светофоры у нас управляемые, включаются все по очереди. То есть мы ими руководим центрального пульта управления. Поэтому они никакой такой сумятицы не вносят в город. В Хабаровске установлено 223 светофора. Почти все они подключены к единой информационной системе. Здесь специалисты детально анализируют обстановку. На проспекте 60-летия Октября, к примеру, от улицы Пионерской до Аэродромной в прошлом месяце подкорректировали светофоры. В итоге водители теперь экономят минуту своего времени. Длительность горения сигналов и для пешеходов, и для транспорта, и время включения светофорного объекта тоже усчитывается в программе по формулам определенным. В специальной программе фиксируется, какие автомобили проезжают на участках, легковые или грузовые, ширина дороги, есть ли на ней ямы. Кроме того, два раза в месяц эксперты проезжают по участку, замеряя время и скорость. По результатам полученных данных и настраиваются светофоры. В тестовом режиме на пересечении улиц Серышева и Станционная работает дорожный контролер хабаровского исполнения. Проще говоря, умный светофор, который сам решает, в какую сторону, а главное, в какое время давать больше зеленого света. К слову, точно такую же систему в этом году нам предлагали японские производители. Но хабаровщане сказали, что сами решили данную задачу. Как ни странно, такие светофоры будут особенно эффективны на второстепенных улицах. Дело в том, что во время ДТП или ремонтных работ на главных дорогах водители объезжают пробки там, где светофоры не настроены для работы при интенсивном движении. В скором будущем ситуация может измениться. Антон Примачев, Андрей Третьяков, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА